Ладно, мои дорогие, я с вами официально здороваюсь, и мы сейчас начинаем. Значит, у нас сегодня очередная тема. У нас разговор сегодня про ячменный сноб, золотое село, сокровище тьмы и вообще месопотамия всяческая. Всяческая месопотамия. Слово мезопотамия, да, естественно, означает междуречие, потанус, река по-гречески. Мезо, средний. Это тот регион, откуда началась цивилизация мировая. Как написал один американский исследователь Крамер, история начинается в Шумере. Вот было государство Шумер, незапамятную древность, оно возникло раньше Египта. Откуда пришел народ Шумеры, абсолютно непонятно. Он говорил на языке неизвестном и неидентифицируемом, и не сопоставимым ни с какой языковой группой. Вот, например, сменивший его, что я обстоятельно, народ акации, это семитский народ. И понятно, откуда он пришел. Они пришли с территории нынешней Сирии, по отношению к Месопотамии, с севера. Это семитский народ. Дальние-дальние родственники потом возникших евреев и арабов. И язык их похож на семитский. А вот шумерский язык ни с чем не может быть сравним. Откуда они взялись? Почему именно там этот народ произвел такой цивилизационный переворот, до сих пор непонятно. Вплоть до того непонятно, что есть исследователи, которые совершенно серьезно говорят, что там приземлялись представители инопланетных цивилизаций. И это именно они принесли все эти эпохальные революционные открытия, колесо, плавильную печь, могу вам об этом говорить, возделывание целого ряда культурных растений, очень урожайных, например, ячмень и пшеница. Когда колос дает на одно зерно, брошенное в землю, по 10-20 зерен в другом. Шумер. Шумер. А какие дозори? Порядка 4-5 тысяч лет до нашей эры. Очень много. Есть исследователь, его зовут Захария Ситчин. Захария, имя такое еврейское, Ситчин, фамилия, он американец. Живет в Америке, жив, слава Богу, фигачит книжку за книжкой. И он все эту тему разрабатывает. Вы можете легко найти, у него есть сайты англоязычные, русскоязычные, наверное, нет, только, может быть, поклонники, но по-английски полно. И его куча книг переведена на русский язык. Есть книжка «Тринадцатая планета», и он вот эту же мысль проводит о том, что Шумеры не сами по себе. Это там они жили, были простым народом, но прилетели инопланетяне с какой-то замечательной планеты. Это про Нибиру? В общем, кто заинтересуется, ну вот, вам любопытная такая штука. Захария Ситчин, его «Тринадцатая планета» и все вот эти вот хреноины, довольно много собрал доказательств о том, что описан там потоп, когда растаяли антарктические льды и шумерский эпос, который он анализирует очень тенденциозно, это все, значит, воспоминания каких-то взлотов космических кораблей. В общем, своеобразно охренует. Но он один такой в поле воин, остальные как-то относятся снисходительно к его разысканиям. В чем уязвимое место в рассуждении Ситчина? При всей массе доказательств, которые он приводит. Рассуждал когда-то такой, помните, фон Деникен, «Воспоминания о будущем», да? Инопланетяне все здесь на Земле сделали. Дело в том, что если мы эту посылку примем, получается, что люди – это вот такие вот тупые уроды, не способные никакой созидательной, креативной деятельности. То есть уязвимость этих рассуждений очень легко обнаружить. Это неверие в человека. Мне кажется, люди все сами придумали. Люди все придумали сами. Ну вот взялся откуда такой народ. Вот Ломоносов же возник откуда-то из Поморской Архангельской деревни. Вот посмотрите на архангельских мужиков, это же страшная прелесть. И вдруг Ломоносов, но он же реально оттуда, он же не инопланетянин. Поэтому надо допускать такие вещи. Вот был такой гениальный ретнос Шумерский, который вот всю эту, так сказать, цивилизационную кашу и заварил. Они придумали неисчислимое количество вещей, которые потом от них распространились по всему миру. Но их религиозное мировоззрение было очень печальным. Пришедшие на смену им народ Аккадцы, которые потом их как бы и завоевали, а с другой стороны взяли их же культуру, как она часто бывает, да? Когда победитель принимает культуру завоеванного народа, и тогда, получается, победу одерживает тот, кто на полях сражений проиграл. Это бывает очень часто. Так вот, Шумеро-Аккадский такой синтез, который там возник, и потом породил вавилонскую культуру, а уже вавилонская описана в Библии. Это где-то вот две-три тысячи лет до нашей эры, да? Вот это уже то, что мы более-менее знаем по библейским источникам. Вот эта вся культура громадная, при всех своих технологических новациях и прорывах, она отмечена такой неизбывной печалью. У них нет такого светлого начала, как у греков, у них нет веры в спасителя, как у евреев, у них нет веры в благого Бога, который спасет. Ну, это тоже еврейская идея, которая потом переняла христианство, и наша цивилизация в этой модели и живет, да, потому что все будет... В конце концов, все будет хорошо. А вот над ними постоянно летала идея, что все будет плохо. И я расскажу вам, как формировалось их странный круг идей, как он возник. Именно из-за того, что они смотрели, эти вавилоняне, на жизнь так печально, к их мировоззрению относились некоторым подозрением, и все их наследие очень большое. Философское, литературное, богословское, все стали как бы в общем, так, обобщая, да, генерализируя, называть сокровища тьмы. И считается, что вот та земля, это прародительница всех на свете демонов. Хотя демоны были в любой религии, в любых верованиях у всех народов. Но вот именно в Месопотанске мы даже увидим некоторых, да, он непортретно похожий на то, как потом в Европе представляют дьявола, некоторые его видят до сих пор. Это вот те самые духи, Месопотанские, они в этом смысле очень повлияли на мировоззрение человечества, аж вплоть до нынешних времен. Любопытный взгляд на вещи был у народов Междуречия, и у шамеров, и у акацев, и у вавилонян. Они полагали, что земля наша, вот мироздание, оно создано из двух полярно-противоположных элементов, добрых, божественных и злых, гемонических. А случилось это так, ну я вкратце вам расскажу, я вам рассказывал в прошлом году, кто был, ну, может быть, вы подзабыли. Там у них была сложная система взаимоотношений между богами, верховный бог Мордук вступил в схватку с чудовищем по имени Теомат, мы сейчас увидим. Ну, это вавилонская башня, вам понятно, да, Зиккурат вавилонский, да, место, где реально приносились жертвы, нечеловеческие, никогда они людей в жертву не приносили. Животное, как правило, да, ну, сама идея Зиккурата, да, ступенчатый подъем к небесам. Боги обитают наверху. А вот эта клинопись их знаменитая, они не додумались до буквенного письма, и иероглифов они не придумали, но это более высокая степень абстракции, чем пиктограммы, рисуночное письмо, которое было, например, в египте. Вот они клинописью обозначали и отдельные понятия, ну, скажем, стол, дерево, женщина, мужчина, верблюд, ехать, воевать, так и отдельные слоги. Ну, они писали на глине. Есть на что? Да, конечно, да, и шумерская, иероглифская, иероглифская клинопись, есть специалисты по этому поводу, и ассирийцы писали также. То есть изобрели шумеры, а остальные у них заимствовали, ну, дополняли, но принцип клинописи, да, то есть треугольник, это как точка-терет, чередование двух знаков. Идея-то правильная, просто письмо очень громоздкое. Треугольник и черта, это сочетание треугольника и черт, создает всю систему графической передачи информации. Писали они на сырой глине, ну, можно было ошибиться, там, вытереть, да, пока она не засохла. А потом она матуша засыхала, они ее еще обжигали в печи, и оно получалось тверже, чем кирпич, ну, как черепица. А черепица хорошо обожженная, если не тырить глину, и если хорошо обжечь по технологии, то эта черепица может храниться как камень из сотни, а то тысячи лет. Но, видимо, она крошится, она крошится, но в сухом климате тамошнем, а там климат очень сухой, это нынешний рак между Тиграми и Ефратом, между двумя великими реками. Климат сухой, и, в общем, натуральных врагов, природных, у клинописных табличек не было. Но время, оно все разрушает, время все разрушает. Поэтому, конечно, какая-то часть их искрошилась, или пришла в негодность, там невозможно разобрать, но большое количество табличек удалось раскопать. Раскопали, конечно, проклятые белые варвары, колонизаторы жуткие, англичане, французы, в основном англичане, потому что в XIX веке это была английская колония. Никаких хера там в своду не было, откуда еще, какой хера. А это была та часть, которую англичане отвоевали у турок. И вот они-то там все это и пораскапывают. Да они нашли, кстати, и Вавилонскую башню, которая считалась мифом. Считалось, что это выдумали, те, кто писал Библию. А нашли вот этот самый Зиккурат, да, натуральный. Конечно, он не был такой чудовищной величины, как Библия описывает, но было грандиозное сооружение. Кстати, шумеры, среди прочего, изобрели кирпич, как строительный материал. Не камень, не дерево в качестве строительного материала, а кирпич. Это позволило моментально рвануть вперед гражданское и храмовое строительство. Потому что кирпичей же можно изготовить огромное количество. Это гораздо проще и быстрее, чем камень обтесывать. Они жили в кирпичных домах. И богам своими из кирпичей складывали храмы, не из камня. Но нас интересует сейчас мордук. Сейчас мы его... Так, это вот сам мордук. Глядите, красавец какой. Вот он. И вы внимание обратите на вот это существо. Такой как бы дракончик. И у дракона на голове двурогая корона. Такая двурогая, да. Дворога, атрибут быка. Признак силы. У всех народов Ближнего Востока, бык считался самым мощным, самым сильным животным. Поэтому и у богов на головах рисовали рога. Из них, как я вам говорил, произошел нимб. Да, потом атрибут святых и самого бога. И вот здесь, значит, у самого мордука корона царская. А у этого змея, у дракона, который ему служит, у него вот такая вот корона силы. Ну, это как бы такое служебное существо при боге. Да? Перейдем дальше. И вот он там будет сейчас сражаться у нас. Вот он, мордук. Он с такими... Вот это то, что принимали одна замечательная девушка. Сказала, что там вилками сражается. Это не вилки, это молнии. Присмотритесь. Это молнии. И вот молниями он поражает вот эту вот злобную тварь Теамат. Смотрите, да? Она уже так выглядит мускулистой, да еще и при крыльях, но боится. Ну, против молнии куда? Электрошокеры все боятся. Вот он молниями и четырьмя злыми ветрами поразил это чудовище Теамат. Про битву Теамат и... И Нардука повествует эпос вавилонский «Энума-элиш». Хорошее такое название. И по первым словам «Энума-элиш» переводится «когда там наверху». Отсюда песня Аллы Пугачевой «Эй, ведь там наверху». Наверху там что-то боги решили, и потом они стали драться, поны дерутся у мужиков, чтобы и трещат. Теамат была злобной тварью. Она была как бы даже не гермафродит, как многие из божеств, а еще хуже. Она была на времена и гермафродит, но все-таки еще и женщина. Ну, через что же злобность? А Мордум зато был стопроцентный мужик. Он единственный из богов бросил ей вызов, остальные ее боялись, ибо у нее в служении были всякие демоны, драконы. А кроме того, она этой страшной пастью всех пугала, она могла всех проглотить. А тот момент, когда она открыла пасть, чтобы его проглотить, Мордум четыре ветра на нее послал. Эти четыре ветра с четверых стран света влетели ей в рот, и брюхо ее раздулось. И пока она боролась с этим ощущением тяжелого метеоризма, и с халомоалокс, и фестауна, хоть что-нибудь, в этот момент он вытащил молнию, и молнией ее и поразил. Он этим не ограничился, он ее разрезал, как подобает всякому кавалерам. Он расчленил убитую на несколько частей, и из, как часто бывает в космогонических мифах, космогония – это наука о происхождении мира. Ну, конечно, мифическая. А теогония, соответственно, наука о происхождении богов. Так вот, по космогонии и теогонии, месопотамции, из частей тела, из внутренности, из головы, из разных органов теомат, произошло все то, что мы видим в материальном мире. Потому наш мир такой принадлежит. Он произошел из частей злобнейшего чудовища. Но я не знаю, почему Мардук сделал. У него был кризис трех материалов, или он хотел, ну вот что лежит, то есть что же не пропадает. Из этого он сделал. Например, две реки Тигры и Ефрат, на которых лежит вся жизнь в Месопотамии, да? На их изливах, на их воде. Считается, что они текут из глаз. Вот этой самой темы. Где-то далеко там на север он забросил ее череп, и оттуда с севера на юг текут эти две реки. Небо – это ее хвост, он был прозрачный. Видите этот хвост? Ну и так далее. То есть наш мир, он злобно-демонический потому, что он происходит из частей тела чудовища Тиангута. С другой же стороны, этот мир уже преображенный. Он преображен волей вот этого доброго божества Мардук. Но он еще то доброе, оно для себя старалось. Но тем не менее, злое чудовище он победил. Вот исток пессимизма в воззрениях шумеров и других месопотанских народов на мир, именно в этом. Мир не может быть лучше, ибо он по основе своей, демонически. А зачем человек, богам? А чтобы им служить. Вот у них был такой очень странный и такой, ну, до обидного прикладной и меркантильный, утилитарный взгляд на отношения богов и людей. Боги как господа, ну, типа поместиков или панов, а люди как слуги, как такие вот, ну, слуги, кто совсем холоп, кто более такой возвышенный до уровня, там, дворецкая или горничная, но не более того. То есть, боги нуждаются в людях, по их мнению. Ну, конечно, это, как вы понимаете, примитивный взгляд, да? В дальнейшем люди поняли, что, конечно, богу люди не нужны ни для чего. Но они полагали именно так. Боги нуждаются в одежде и в пище, и еще и в служении, в чисто греческий взгляд. Поэтому надо приносить жертвоприношения, сжигать, например, там, животных, рыб, возливать вино, масло, ну, куну кормить, плясать для них, устраивать игры, петь. Боги любят, когда красивые гимны изливаются. Ну, и строить храмы. А храмы – это жилища бога. Вот они, почему храмы такие огромно торжественные? Почему они такие грандиозные? Потому что там живет бог. Вот сама идея, что бог живет в храме – это идея месопотамская. Все-таки большинство народов полагало, что боги живут где-то далеко. Но в основном богов помещали на небесах. Боги приходят сверху. Кое-кто там размещал их под землей, на священных горах, в лесах. Но в основном, конечно, на небесах. И у месопотамцев тоже так было. То есть, конечно, боги на небесах обитали. Но все-таки он живет и в храме. В храме есть жилище бога. Потом эта идея, видите, так очень четко, без изменений почти, перекочевала аж вплоть до нынешних дней. И сейчас, считается, в мечети живет бог. И в церкви живет бог. С одной стороны, это неплохо. Если человек строит церковь с убеждением, что там будет жить бог, он будет строить ее с особым настроением. С другой стороны, конечно, для теологии, для познания бога, для познания мира, этот взгляд, конечно, бесконечно детский, такой примитивный. Но он может быть и трогательный, и в чем-то такой милый, умилительный. Но он ничего не прибавляет, к сожалению, на пути человека к познанию. Вот такие дела. Посмотрим на башню, чтобы вы видели, в каких условиях жили мы. Не так плохо. Не так плохо, да? Вот на таких вот ступенчатых храмах, на всех этих террасах, происходили жертвоприношения. Смотрите, вот сама идея подъема вверх и, так сказать, отсечения тех, кто не может идти дальше. Это тоже идея месопотамская. Как должен быть построен храм? Храм – это место, куда не всех допускают. Как идея посвящения инициаций выражалась у греков? Просто они всем рассказывали, да? О том, какие обряды совершаются. Они всех допускали. А у Вавилоняна это было все очень зрительно выражено. Вот до этой ступеньки, до этого уровня на ступеньке поднимаются одни. Не выше, чем здесь, да? Другие не выше, чем сюда, и так далее. И наверх уже только самая элита из элит жреческая. Вот они уже как бы полунебожители. Но у Вавилонян не было той идеи, как и была у греков. О том, что кто-то из смертных может стать полубогом. Как Геракл. И о том, что у богов может быть потомство от земных женщин. Ну вот, как скажем, царь Минус, да? Помните, герой прошлой лекции? Родился от брака Зевса, да? С Европой. Нет. Это нет. У богов своя совершенно жизнь, а у людей своя. И между ними пропасть. И, кстати, идея очень высокого сооружения, да? На абсолютно гладкой Месопотамской равнине. И вообще никаких гор, даже холмов нет. Это песчаная равнина. И вдруг там возвышается такое офигительное, циклопическое, кирпичное здание. Какое впечатление это производило на тогдашнего человека. Он сразу понимал, что это жилище бога. И вот боги также отделены от людей, как вот, скажем, верхний этаж этой громадной пирамиды, от нижнего уровня. Это очень наглядная идея, да? Не конкретно, не абстрактная, а как раз вполне конкретно ощутимая. Сейчас мы посмотрим демонов. Нас же интересует оккультная сторона. Тюмя. Да. Вот это один из богов Месопотам. Ну, даже не богов, а башков. Богов у них было очень много. Разных, так сказать, разного уровня силы. А многих неизвестно вообще ничего, кроме имени. Огромный пантеон. И каждому как-то служили. Но что-то в этом есть такое очень-очень-очень языческое, совсем примитивное. Когда обожествлялось все. Ручей, скала, дерево, ущелье, река. Ну, любое явление жизненное. Скажем, у кузнечного меха свой божок, у молота свой, у серпа свой, у пастушеской свирели и так далее. Это такой доабстрактный уровень взгляда на божественную природу. Но сложились у них любопытные божества, которые очень повлияли на формирование нашего современного мышления. Вот эта вот красавица, вы помните, как ее зовут? Посмотрите, она всем хороша. Что портит ее? Ножки, да? Ибо заканчиваются они, это из-за педикюра. То есть, его злоупотребляет, имейте в виду, ноги становятся такими. Да, у нее петушиные лапы, знак демона. Потом про петушиные лапы, как знак демона, будет рассказывать еврейская демонология, а все за ней христианская. И так у демона вот петушьи лапы, аж вплоть до 20 века, так считалось. На ней корона из змей, живых, конечно. Но это идет любой женщине. Ибо, как пел Павел Павел Живенщиков, у каждой женщины должна быть змея. Совершенно верно, да. Это больше, чем ты, это больше, чем я. Так он пел. И он, видимо, знал про это. Не совсем понятно, что вот это такое. Какие-то такие шпоры. Да, да, петушьи, по-видимому, шпоры. То есть ноги у нее вроде и женские, да, а в другой стороне петушины. Ну и потом крылья, я думаю, тоже в быту мешают женщине. Мешают. Крылья. А, ее зовут Иштар, да, Иштар-Астарта. Совершенно верно. Оксана абсолютно права. Иштар, она же Астарта. Иштар, да. Богиня одновременно жизни и смерти. Она одновременно девственница. И одновременно с этим Богиня любви, плодородия, секса и наслаждения. Я вам говорил, да, что в древности самые свирепые богини всегда были девственницы. Ну, психологически это объяснено. Но кроме того, тут есть и метафизический аспект, помимо психологии. Когда богиня одновременно и богиня войны, то есть смерти, и богиня плодородия, секса, брака, то есть жизни, то она воплощает в себя две главных части бытия, жизни и смерти. Вот Астарта как раз такова. Ну, я вам рассказывал, да, в прошлом году замечательную фразу, которую сказала одна американская феминистка, в которой люди показывают эту Астарту, как пример мужского восприятия. И она говорит, мужчины смотрят на все, что угодно. На петушиные лапы, на корону и змей, на грудь, на неплохую фигурку, на, как это сказать, органы малого таза. А крылья за спиной они не видят. Вот так он застроен мужик. Он видит в женщине все, что угодно, но не видит крылья. Не видит крылья. Но это ее такой феминистикский амин. Крылья, я думаю, замечает любой. Астарта со своими слугами. Вот львы, которые служат ей, совы, ибо она богиня ночная. Сова отнюдь не была тогда символом мудрости, а просто символом ночи. Ну, а любовь, она, конечно, ночью лучше получается. Хотя война лучше днем. Вот Астарта удивительным образом пережила тысячелетие. Мордук помер, и о темат никто не вспоминает. Ну, кто-то перечитывает легенду о Гельгамеша или Энума Элиш. Вряд ли вы, наверное, все бросите, и пойдете перечитать Энума Элиш. Про Астарту народ знает, потому что она стала частью иудейской, а потом христианской мифологии. В книгах про дьяволов и разных демонов в средние века писали о том, что Астарта – это главная, так сказать, демоница, да, сатаница. Она – жена главного верховного дьявола. Вон она какую карьеру сделала. Альдина к тому времени была уже сильно в годах. Так? Нет! Потому что для богов время не течет. Они живут в своем временном измерении. Поэтому такой же молодой все время и пребывает. Вот ведь какая интересная штука. Вот судьба вавилонских и вообще месопотамских божеств. Они уцелели, но всегда в демоническом облике. Астарта стала символом злобного женского начала. Соблазн, похоть, сладострастие. Все то дурное, что есть в сексуальной стране жизни. И еще у нас есть там один персонаж, верно ведь? Это ворота Иштар. Сейчас на персонажа посмотрим. Ворота Иштар, реальные, да, из обожженного кирпича. Это рецепт Лондон, это Тресанский музей. Смотрите, какая прелесть. А? Абалонская дворская дворская. Извините. Извините. Разрушилась. А вот ворота уцелели. Их откопали. Видите, обожженный кирпич. Это изразец. Изразец. Обожженный кирпич. Небесно-синий цвет. Лазурь. Уже это проводило восхищение всех. Ну, я думаю, что если бы сейчас такую штуку сделали, народ бы с изумлением взял. А тогдашний кочевник, да, пастух, приходящий из степей. Каково его? Вот это вот такие были ворота Вавилона. Конечно, этот город не мог не производить впечатление. И название у него Вавилон или Бавей на еврике. Или Бабил по-аккадски. Или Бабилон на еще одном языке. Кассийском так называемом. Это все переводится одинаково. Врата Бога. Или Врата Богов. Город, через ворота которого входили Бабилки. Вот ворота через это входила и Штар. Это были церемониальные ворота. Они были через закрытые. И только два раза в год во время храмовых праздников их открывали. Это входила процессия. Несли статуи, изображения богини Иштар. Жрецы пели. Жрецы девахи танцевали. Храмовые проститутки. Они же жрецы. Народ веселился, пил вино. Сначала приносил жертвоприношения богине. А потом устраивал праздник вполне понятного характера. Исходя из привычек этой богини. В книгах 18-19 века. Праздниства, которые устраивали, например, гуляки. В трактирах, в тавернах. С вином, бухлом и проститутками. С дешевыми такими. Это называлось пиршество Астарты. Вот ведь как. Значит, ученая часть, шкалярская молодежь, она эту самую Астарту помнила. Потрясающе. Вот она сама выжила, и ворота ее выжили. А потому что любовь бессмертна. А мордук помер. А ворота прямо откопали, не в земле были? А, были в песке, да. Их откопали. И так же, как и вот, видите, кусок стены, да. Это все открытие английских археологов. Они это все выкопали, внимательно описали, отремудировали, да. Отвезли. Теперь Ирак требовал, ну, требовал при Саддаме Хусейне. Сейчас уже Ирак ничего не требует. О том, чтобы вернули. Им, конечно, говорят, а вот флаг вам в руки, или, может быть, что-нибудь там, зубы. А они говорят, нет, зубы нет, нам вернуть. И так этот разговор и тянется, потому что никогда в жизни не вернут. А где они сейчас? В Лондоне. Это не хуже Ирака. Совсем даже не хуже. А в Иране тоже есть что-то подобное? В Иране? Ну, это же входные по культуре регионы, да. Конечно. Тогда же не было этих разделений, да. Тогда вот вся эта земля, там, где сейчас Иран, совершенно рядом с Ираком, нынешний, да, тогда все это была одна и та же земля. И в Исфагане, и даже в священном для нынешних Ирак, Иранце, в городе Кум, да, там тоже есть. Но просто в Куме больше разрушили, он стал священным для мусульман, а что священное для мусульман, то, естественно, все же уничтожает целый круг. Да, в Афганистане было много таких памятников, но это разрушили все. А, это божество Дагон, 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 Дагон. От слова Даг, рыба, да, такой рыбой человек. Тоже любопытный такой парень. Вот он, он тоже вплыл, благодаря своему хвосту, вплыл в мифологию и в оккумное мировоззрение европейских народов. Потому что, когда смотрят на демонов разнообразных, то там находят, в основном, конечно, девиц с рыбьими хвостами. Как они называются? Ну, русалки, да. Но есть и мужики с вот такими вот рыбьими хвостами, такие вот, как бы, крупные, водяные, да. И вот этот Дагон, он один из них. Вот это он там вот начинался. Ну, а происхождение Бога вам понятно, да. От обожествления водной стихии. Ему молились, чтобы в реках рыба не исчезала. Ему молились, чтобы в морях рыба ловилась. Но у них с этим как раз был полный порядок. Без химии, без активных выбросов. В реках и в морях рыбы всегда будет достаточно. Земля всегда прокормит человека, если человек не будет портить все вокруг себя. Но человек не может без этого. Вот видите, какой парень. Смотрели ли вы фильм «Экзорцист»? Первый из серии фильмов про изгнание дьявола. «Экзорцист» про то, как некий археолог выкапывает в Ираке в пустыне статую такого парня. А выкапывает, ну и как бы как джинна освобождая заключение. И тот улетает, и дальше вселяется там девочка у этого. Реально девочка у него в американском городке. Не баланс. Все же, да? Наверное. «Экзорцист». Ну, посмотрите, он уже старый. Он в 70-е годы. Он породил целую волну подражательства. В фильмах, наверное, 50 потом на эту тему было снято. Так все похоже. И там два священника, значит, ну, поняли, что девушка не больна ничем, а одержима дьяволом. Они, конечно, победили, не без жертв. В общем, интересно. Да. Так вот, вот этот парень там фигурировал в качестве такого вот, ну, такой статуэтки, да, которую и откапывают с одной стороны ученые. Она исчезает. Местные арабы его боятся. Говорят, там, не трогайте. То есть она пугает до сих пор. Ну, вот вид вполне такой дьявольский, да? Во-первых, раздвоенные копыта, да? Лапа такая, вроде как копыта. Крылья. А у демонов есть крылья. Ну, и вот общий вид морды вполне такой, да? А кто это? Это, на самом деле, бог, который называют Упача, такой божок, бог знойного ветра. Знойного восточного ветра, который туда, в Месопотамию, прилетает из пустыни и несет, как подобает знойному ветру, песок, пыль, жару, засуху, ну, всякие неприятности. Посевы гибнут, заметает небольшие водоемы, не отмечают люди и скот. Вы бывали на Ближнем Востоке? Когда дует ветер восточный из пустыни, реально из пустыни, это ощущается. Ну, сейчас уже никто не верит, к сожалению, в бога восточного ветра. Ну, у кого как, у евреев называется хамси, да, у арабов шараф. Значение одно и то же, жар, сожжение, да, вот такое, потому что приносятся сразу массы очень теплого, раскаленного, сухого воздуха и масса даже не песка, а мелковзвешенной дисперсной пыли. Это кошмар. Это кошмар. То есть, ну, отравляет жизнь. Ну, сейчас-то можно там скрыться как-то, да, квартиры, кондиционер, там, офисы, а раньше. То есть, я думаю, что если он дул неделю, он мог отравить любую жизнь. Недаром этого демона боялись, носили ему жертвы, чтобы его умилостивить, и он не дул бы так сверебно. Но он дует по-любому. То есть, это из тех демонов, которые, как его не просе, он все равно будет делать свое черное дело. Да? Этого демона боялись. Это демон. Смерти. И из него возникло, из его, как бы, описания, из его функций, возникло целых два мощных дьявола христианской демонологии. Сначала еврейская, потом христианская. Один Азазель, демон безводной пустыни. Помните, как персонаж есть у Булгакова, да? Азазел с клыком наружу. Вот, это Азазель, демон безводной пустыни. Это ему в жертву приносили знаменитого козла отпущения. Вот этому самому Азазелю. А второе существо, повелитель мух, мушек и всякой глюзи. Он назывался Бааль-Газву или Бааль-Зебуб. Кто из него возник? Вильзевул, конечно. Вильзевул это оттуда, повелитель мух. Роман Голдинга «Повелитель мух» вы не читали? Очень рекомендую, кто не читал. Там речь идет не про кого повелителя, а про современных английских мальчиков, попадающих на остров. И как там повелитель мух замечательно себя проявляет. Как он живет, оказывается, в каждом из нас. Очень хорошая, на самом деле. А стоит прочитать? Обязательно. Голдинг, конечно. Он получил даже, по-моему, Нобеля Голдинг, но не за это. Но повелитель мух одна из лучших его книг. Она небольшая, но очень рекомендую. О том, где живет дьявол. О том, что он живет. Внутри у каждого. И как это неинтересно проявляется у самых цивилизованных людей. Ну, а вот отсюда, да, из этого самого демона восточного ветра отсюда начинается история и Вильзеула, и Азазена. Вот такая вот штуковина. Видите, вот такая история месопотамских богов. Они были богами, как Астарта. А потом превратились в демонов, которых боялись, которых страшились, которым приносили ну, поначалу жертвы, да и потом тоже жертвы. Ведь откуда вошла идея сатанизма, да? Шабаша, ведьм. Это что же жертвоприношение? Злым силам. Женщины, ну, как самая демоническая часть, они служат этим богам, да? Летают, как ведьмы на этот шабаш, там, отдаются этому там существу, приносят ему в жертву каких-нибудь младенцев, да? Ну, не говоришь там про животных. Это все, я думаю, отголоски древних церемоний, которые примерно так и происходили. Так умилостивляли божество. И так вот эти обряды удивительным образом дожили до, почти до 19 века. А говорят, сатанизм есть до сих пор. Я не знаю, как к этому относиться, мне кажется, это политическая брехня, но вы реальны, следовательно, что есть сатанисты реальные. Я не встречал в жизни ни одного сатаниста. Сначала какие-то сайты их, где, судя по тому, что написано все полная хрень, это какие-то ребята, устал от анонизма, сели и решили заняться, так сказать, да, рассказом о том, какие они крутые. А даже геолог. А? Геолог как бы-то есть. Как он писатель для меня основы. Судя, Алистер Кроули, на Кроули многие, да. Но и он как бы еще тот сатанист, по большому-то счету. Надо вам сказать, тут важный момент, важный момент, что те люди, которые действительно занимались оккультизмом всерьез, оккультизмом, эзотерикой, тайными знаниями, не верили ни в каких дьяволов. Вот так, окей, бай, они и сказали дьяволу, и он и взрыснул. То есть, вера в дьявола, это низшая степень религиозного сознания. Совсем примитивная. Совсем примитивная. Поэтому, тут сидела девушка, но сейчас ее нет с нами, на первой лекции, она все время говорила, что это оккультизм, это дьявол. Это такой примитивно-церковный взгляд на вещи. Но с точки зрения примитивного церковного сознания, церковное сознание чаще всего примитивное, что оно не поднимается выше известного уровня, там, четвертого класса приходской школы. Вот с их точки зрения, да, дьявол и оккультизм одно и то же. На самом деле, ничего подобного. Как раз те, кто занимался тайными знаниями, отвергали веру в дьявола, как нелепый плебейский предрассудок. Как в суеверие, в глупое суеверие толпы и черни. Они, конечно, не верили в это. Поэтому вот эти все астарты, все эти вильзевулы, азазелы, они могли уцелеть только в толще народного невежества. Как бацилла ботулизма сохраняется в земле. А вот ее вытащили, и она на солнце гибнет. Вот так идут. При солнце просвещения, вот эти дикие предрассудки про дьявола, они умирают. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Поэтому, чтобы у вас по этому поводу не было иллюзий. На самом деле, эзотерика и культизм это не служение дьяволу, а полное его отрицание. Кто же у вас будет служить здравому уме, тому во что не верит. Я хотел бы, чтобы вы этот момент пояснили. Это символическое изображение, его потом уже нашли, строителя башни. Трудно сказать, это кто? Это жрец, или это бог, который освещает собственное жилище такое вавилонское. Про вавилонскую башню мы много-много говорили с вами в прошлом году, сейчас нет возможности что-то повторять. Про всю его общественную символику, и про все смысловые атмосферы, которые с башней связаны, и про грандиозную идею вавилонской башни, которая абсолютно не умерла, и жива в западном сознании, и вавилонские башни строили и будут строить. Строили и будут строить. Поскольку это бунт против Бога, бунт против небес. А это заложено в основе человеческого существа. Человек не может не бунтовать. Это может быть и плохо, но такова человеческая природа. Ну вы знаете, последняя попытка грандиозного строительства вавилонской башни был Советский Союз, как государство. Классическая вавилонская башня, и было много архитектурных сооружений, потрясающе напоминающие вавилонские зекураты. Некоторые уцелели, как сталинские высотки, среди которых самое грандиозное, конечно, главное здание МГУ, напоминающие зекурат вполне. Некоторые не уцелели, а их просто не построили. Как, например, Хреновину, которая должна была называться Дворец Советов, и большевички хотели ее возвести на месте взорванного имя Храма Христа Спасителя. Не получилось. Но она пост по... Я вам показывал, даже на экскурсиях. Но кто поедет на экскурсию, обязательно покажу. Есть у меня фотографии, в том числе совершенно редкие, эксклюзивные, я горжусь. Это мне дали мои друзья и замечательные мои подруги в Муар, музей архитектуры. Не у вас таких нет, вы не достанете. В интернете нет. Там стадии строительства, там фотографии из конкурса этого, который курировал лично Сталин. Но это однозначно. Но все вот потихоньку, там должен был дворец, дворец, а потом видно, как оно все эволюционирует абсолютно к Вавилонской башне. Наверху которой стоит бог Мордук, лысый, недоучившийся студент, совершенно четко фашистском приветствии, в котором это все извоял любимый архитектор Муссолини Александр Бразини. Вот такая вот штуковина. Поэтому Вавилонская башня жива как идея. И как идея архитектурная, и как идея цивилизационная. Построить государство без бога и против бога. Это живо. Я думаю, что мы еще такой не раз увидим, слава богу. Не надо этого бояться, а надо к этому как бы спокойно с трезвыми мыслями относиться. Это в природе человека. Надо знать, что этому противопоставить. Но участвовать по-видимому не надо. Ударникам Вавилонского труда быть не следует. И не надо этим гордиться. Потому что на своем участке Вавилонской башни я был лучше, у меня наград, смотрите сколько у меня профилей лысого, отряпочек, да, красных там, ой, мама. Вот это как бы выглядит иной раз смешно, иной раз зловеще. Но эти люди стареют, ударники Вавилонского труда, и поэтому уже теперь как бы и хрен бы с ними, да? Но вы понимаете, как строится Вавилонская башня, да? Как она сооружается, какие-то дела. Да, Галыч? Вавилонская башня реальная, это просто это храм. Живище Бога. То есть через Библию пришло к этой идее. Да, через Библию пришла Библия, я сейчас скажу ужасно, можно? Но только один раз. Но вы никому не расскажите. На самом деле Библия многие исторические события ведь искажает. и описывает тенденциозно. Исходя из своей тенденции. Особенно пророки в этом изощрялись. Потому что когда описано например в книге Бытия, то там ничего такого антивавилонского нет. А вот когда пророки пишут горе типа Вавилон город крепкий, то там очень много политической тенденциозности и пафоса их такого, да? И вот оттуда идет ненависть к Вавилону. Отсюда термин блудница Вавилонская, что есть город как одна блядь. Он должен конечно быть уничтожен. Отсюда понимание того, что вообще любой город он в перспективе Вавилон. Да? Он Вавилон. И поэтому он обречен. Вот только сельская цивилизация хороша. Но эта идея уже сдохла. Уже город победил село. У села уже перспектив нет. Даже в таких странах как Индия и Китай, где все еще сельское население намного превышает городское, тенденция уже давно переломилась. А в Европе, в Америке и говорит нечего. Так что плач по деревне это конечно, но это нужно понимать, это такая тенденция мировая. Город воюет с деревней и город победил. Любой ли город Вавилон я не знаю. но город может быть похожим на Вавилон. Моисква похожа на Вавилон? Да. А крупный любой? А Лондон? А Нью-Йорк? Они могут различаться экологией, удобством жизни, транспортом, но безусловно вавилонизм в них конечно есть. Это так. Но это неизбежный путь. Сейчас Ксюшечка потом Коля такой формы там не так много сооружений. Они такие скорее фальнические формы, напоминающие любимые в быту предметы. Только заостренные как карандаши. Но такой формы как скажем например Сталинские высотки там таких зданий нет. Не моя дорогая вот так как вы делаете ручками нету. Есть да ну там чуть-чуть такие как оборочки да такие да но в основном там такие стреловидные штуки. То есть Нью-Йорк скорее с архитектурной точки зрения это наследие готической архитектуры. Шпиль в небо. А вот это оттуда. Вот это тоже вызов небесам. Но не такой не вавилонский. А вот прямо строить архитектурно похожими на вавилонские башни стали только советские архитекторы. И конкретно очень в это большой вклад внес Борис Михайлович Афан. Через свое масонское предназначение. Это целая отдельная история. Сейчас нет у нас ни времени, ни возможности об этом говорить. Дойдет время, в добрый час поговорим. Но в Америке нет. То есть они не естественной формы. И они такие все подчеркнут афаллически. Вот у нас как у всех в этом городе. Берегитесь всех. То есть он самый такой демонстративный город на свете. И есть элемент вызова небесам безусловно. Но не вавилонский, а европейский, готический. Вот так. Я хотел добавить в тему формы. Между улицей Нагорной и Ападемической из улицы Дмитрия Ульянова. Там построили изумительные вот прям один у один город. То есть это дом жилой. Новый, из новостроя? Из новостройки. Вот прям выходите из метро Нагорной проходите 20 метров и очень хорошо прям видно вот прям открывается или там съезжу посмотришь спасибо. Дом на улице Нагорной пел Высоцкий стал общественной и Горной. Вот как гений все умеет предвидеть. Это же не случайность. Ходите вам просто фотографии пришли. Пришлите конечно спасибо. Пришлите Человек выходить. Вот сейчас мы выйдем и тут два шага на патриарших построили дом который тоже очень похож на Зекурат вот такой винтом оно еще винтом туда еще с какими-то скульптурами дикими и ну там какой-то автор очень модный в архитектурных кругах мне говорили его фамилию но я как-то не запомнил он много строит модный и это тоже конечно такой реверанс в сторону Зекуратов дом называется Патриарх вот так да ну так просто и со вкусом да Патриарх вот он там стоит еще и в таком месте да это совершенно четкая Вавилонская башня это жилой дом там живут люди которые не понимают видимо все что с ними происходит но это такое люди же вовлечены в историю все зависит от того как мы относимся к предмету если мы позволяем судьбе нас тащить она нас тащит а если мы идем с ней мы идем с ней в ногу и смотрим на события отстраненные главное чтобы нас не тащило как бред как сетка вот это вот одна из задач человека не дать себя тащить не утащат в хорошее место это точно утащат такое где будет только хуже и надругаются и цепочку сорвут а уж про остальное говорить не хочется это это что называть парусами про ловить ветер в паруса есть дивная не частушка а песенка народная ни одна мол я в поле кувыркалась и ни одна я ловила ветер в паруса помните как вам заканчивается ни одной мне ветер в уши дул да такая грубоватая частушка что есть в паруса ветер в паруса это не когда тебя тащат это когда ты сам плывешь да это разные вещи это разные вещи тащат это когда люди верят всему что говорят когда люди идут с толпой когда как все таки я и счастье когда все как один то что замечательно написал Маяковский и каплей льешься с массами вот это по-моему полный звездец и полная деградация вот когда такое человек говорит с радостью это означает что ему уже кирдык то есть он может с ненавистью написать они меня вынули и изнасиловали я вынужден с этими но радоваться тому что ты капли льешься с массами вот это уже полное перерождение и уродство вот это имеется ветер в парусах распорт и от них уплывешь да а не будешь шествовать в этом дружном стаде которая идет стадо как всегда строгает в ногу да вот была замечательная организация потом я ее расформировал про образ того что сейчас называют наши до того как эти их не стали нашими называлась эта организация идущие вместе ну это прелесть да вообще очень интересно следить за названием особенно когда их создает идиот да поэтому надо очень четко название выбирать разве мы говорим о солдатах мы говорим с офицерами которые хотят стать старшими офицерами да где вы видели таких солдат посмотрите вокруг кто тут солдаты самый младший по чину я а я капитан правда двух армий у Акуджавы есть песня как хорошо быть солдатом да как там сказано а если что случилось то я не виноват как говорится родина велела вот это солдатская отмазка солдатская в широком смысле не обязательно солдат с погонами да но это плохая позиция это еще когда ты реально солдат типа ты выполняешь приказ но реально это для большинства людей не более чем отговорка да не более чем отговорка поэтому смотрите вавилонских башен уже сооружается куча еще будет много поэтому имейте ввиду что такое прорабное строительство вавилонской башни и как эта тема вавилонского строительства актуальна до сих пор вот боже мой когда то Месопотамия была и как ее божества от Астарты до обитателей Зекуратов до сих пор нас беспокоят и это часть нашей жизни вот что такое настоящее культурное наследие такие дела о двух вещах хочу вам рассказать чтобы вам стало понятно каким образом складывается свод эзотерических знаний и как он соотносится с реальной жизненной практикой вот мы говорили о строительстве да, строительство это обычный процесс вот там камень на камень кирпич на кирпич да что-то там случилось и вот переехал Владимир Ильич нес надувное бревно подорвался там что там было дальше строительство это вещь бытовая вавилоняне строительство божествляет сооружение храма есть процесс метафизический сооружение жилища бога как бы низведение богов из их небесных жилищ где-то там среди облаков они живут среди нас среди людей потом это трансформируется в Библии сделайте святилище которое евреи носили на руках красивый деревянный ящик обшитый золотыми листами да святилище которое они носят потом сделайте храм и так далее и дальше все это храмовое строительство которое мы наблюдаем до сих пор два других момента земледелие и выплавка металлов вещи самые обычные но как они переосмысливаются в культовой практике и как из них вырастает эзотерическое эзотерические понятия что такое земледелие это когда в землю в распаханную борозду кидают зерна ну скажем ржи, пшеницы, очменя оно прорастает это обычный такой житейский процесс но конечно ни у одного народа он не был житейским это всегда было священодействие до конца девятнадцатого века в русских и украинских деревнях добрый хозяин пахал всегда босым выполняя заповедь сними обувь твою с ноги своей ибо это место свято вот так понимали земля христиане ну пока они пришли к колхозу то есть он не выходил на землю в сапогах или в лаптях он разувался точно так же как когда-то так заходили в храм а когда лаптях пахать с приколхоза нет с приколхоза стали пахать тракторами там уже не понадобились конечно не надо понимать что пахали босыми все лучше но те кто соблюдали древнее благочестие пахали босыми рассказывала мне старушка из Полтавской области но сейчас она уже померла я думаю она говорила что все поганые началось с комсомолу комсомол для нее был общий символ советской власти и если ее послушать то комсомол начался где-то с середины 19 века когда отменили крепостной право потому что отцеш комсомол пришел и казавшо бери землю и ори в смысле паши ораты по-украински пахать паши как можно больше ну то есть рас священнивание десакрализация процесса земледелия она говорила как раньше было на первую борозду это был праздник для всей деревни все собирались поп служил молебен но поп окроплял вот значит он землю но он туда не вступал не мог разуться а туда вступали девки босые и голые девственницы натуральные девки они впрыгались в плуг самый легкий выбирался и самые добродетельные мужики не самые богатые не самые умелые а самые благочестивые вот эта деревня выбирала что-то Иван Пидо и Петро и они шли за плугом за голыми девками и непрерывно пели псалмы вы можете у нее о нем об этом обряде прочитать даже у не в специальной литературе а например у Фазиля Искандера это такой великий писатель абсолютно абхазец единственный из абхазов осудивший Россию в этой дикой войне то есть нашелся нормальный человек у него есть у него такая есть серия книг Сандро Исчегема такой Сандро идеальный крестьянин да, но это тоже миф это мифология но и там кстати тоже есть фраза когда Сандро они тоже там рассуждают что такое будет колхоз и он говорит но как же так но ведь надо пахать босын а если все равно со мной пойдут обуты я же не смогу очень хорошо то есть видимо это сохранялось везде я никогда не был в Абхазии я говорю о ритуалах о которых я слышал вот такая вот штуковина это о чем говорит о исключительной святости самого процесса почему идут девственницы ибо земля сейчас пребывает в таком состоянии а первая вспашка это естественно дефлорация а потом бросание семени это понятно осеменение да, оплодотворение и дальше значит пойдет процесс созревания то есть прямое уподобление но это совершенно сакральный акт это не мыслится как ну не знаю секс в смысле там подворотни да, хотя тот же крестьянин придя домой нажравшись будет петь похабнейшие частушки и вести себя как последнее животное но тут он ведет себя на поле как в храме как в священодействии да и поет псалом хотя он смотрит на ту же самую девку он не видит в ней девицы и не видит в ней женского тела и не видит в этом ритуале ничего что мы бы увидели да, такого пикантного нет для него это чистое священодействие вон оно как то есть обычай обожествлять земледелие пошел от тех народов для которых земледелие стало основой экономической жизни вот мы дальше пойдем к поклонению снопу у кого оно могло возникнуть ну ясно не у народов кочевых и не у народов рыболовов и у не народов охотников у народов земледельцев сноб сноб как кормилиц особенно ячменный ибо из ячменя можно приготовить и хлеб и что очень фашно пифок а из пшеницы нет ну самогон но это потом нужна сложная система перегонки тогда я не знаю еще поэтому ячмень лучше пшеницы при прочих равных условиях вот да брагу из всего теоретическим он очень все из меда в процессе обожествления земледелия и в формировании ритуалов вокруг ну как например тот ритуал который я написал я не знаю был ли такой ритуал в Месопотаме я о месопотамских таких ритуалах не встречал но что я знаю что само поклонение снопу само выделение в пантеоне богов богинь плодородия бога снопа бога первой борозды означает что люди перестали видеть в земледелии эмпирический ритуал ритуал производства хлеба вот когда над будничной вещью надстраивается вот такая метафизическая настройка происходит колоссальный скачок в сознании на самом деле так следовало бы так учат великие учителя поступать с каждым явлением жизни когда в каждой будничной вещи ты видишь проявление так сказать божественного замысла очень многие мистики во всяких религиях они именно этого и требовали о святи через я о святи каждое мгновение вот ты пьешь воду ешь хлеб там забиваешь гвоздь да читаешь ли книгу все что угодно говоришь с кем-то и вот виждь и внемли да увидеть в этом проявление божественного промысла ну это очень сложно это очень сложно мы живем совершенно в другое измерение у нас есть священное а есть профанное да у нас есть сакральное есть будничное и мы их стараемся не смешивать а вот научиться соединять вот это вот соединение по-видимому оно отличает то сознание или совсем простых крестьян о которых вы говорили вера совершенно справедливо или очень продвинутых мистиков и эзотериков которые живут в нерасчлененном сознании у них нет этого этой двойственности тогда для них каждая повседневная работа превращается в ритуал вот это вот прекрасно поговорочка есть такая человек как спичечный коробок молчит только в двух случаях или когда набит до отказа или когда совсем пустой да вот мы все о чем-то тарахтит мне ли об этом не знать и вот в двух случаях да или когда совсем ничего или когда да человек молчит он хранит священное молчание вот мне кажется это самое священное молчание наилучший способ отражения отсутствие двойственности сознания когда сознание существует как единое когда ты действительно реально в каждом моменте жизни в самом простом пошел дождь подул ветер птичка взлетела на ветку все что угодно да ты выпил воды пиво и ты во всем этом видишь некий священный акт те люди которые умеют так жить я думаю что самые счастливые самые счастливые один из них из таких я знал таких людей они конечно не совсем не напомнили крестьян наоборот ну сколько я знал крестьян конечно из очень очень продвинутых и один из них сказал мне замечательную фразу ее сказал такой древний каббалист Садия Гаон он жил в шестом веке нашей эры он сказал когда душа научилась читать каждый лист на дереве будет священным писанием это превосходная фразу когда душа научилась читать каждый лист на дереве становится священным писанием вот это есть некий идеал в котором следует стремиться но как всякий идеал идеал он же как горизонт чем подходишь ближе тем он естественно но вот это вот то к чему следует стремиться вот это вот есть идеал эзотерики догадочка а вот это не совершился круг вот эта первая борозда от простых крестьян это не от язычества пошло они настолько зависели от этого урожая поэтому они готовы делать все соблюсь все все мелочи лишь бы был урожай и потом только это уже взошло до переосмысления до я думаю именно так и было вы совершенно правы именно так все и было конечно хорошо что Ксюшечка не слышит кошмар какой там поплевать туда-сюда наступить на правую ногу на левую все только лишь бы был урожай ряд приемов действий которые потом придается священное значение а потом перевосмысления но это точно так же в любом храме нет странные движения которые совершают нет ах это пошло в воздухе ах а кто им сказал да никто им не говорил кто выдумал кто-то из них это я думаю из тех из того же убеждения что есть действия которые несут священный магический характер до этого жеста были другие жесты были другие жесты которым так же магический характер предписывался а пример обмахивались большим пальцем отгоняя нечистого да или плевали на левую сторону но это очень древний ритуал я уже а всегда не надо улыбаться надо именно так поэтому плюйте всегда на левую сторону такие дела еще один момент я должен вам сказать мои дорогие это профессиональный док о металлургии шумеры что Ксюшечка не слышала того бесчинства которое тут нет не рассказывает нет нет боже шумеры среди прочих своих изобретений изобрели и обжигательную печь сначала для глины и стали изготовлять глиняные таблички черепицу и кирпичи это был прорыв колоссаль в строительном деле а потом они научившись разводить такой мощный огонь вот чем они топили вот скажите эх ведь Ксюша это слышит ну вот не ожидал какой навоз Николай где же вы напасетесь столько даже если от депутатов думы собрать он не даст такого это радиоактивный должен да нет раскладывает да им конечно топят но это он дает жару ровно настолько чтобы например испечь хлев или там обогреть какое-нибудь маленькое жилище приготовить семейную трапезу нет это должна быть хреновина которая дает мощную температуру быстро нефть там же в Ираке ее дофига там же ее дофига почему она возникла именно там там самородная нефть они называли ее земляная смола или замечательное название земляное масло вот этим земляным маслом главным образом эта штука которая сейчас такой цене используют для того чтобы мазать верблюдов и у верблюдов прекращалась чесотка вещь очень полезная все эти сколько сейчас чесотки у верблюдов сколько добывают этого барахла где эти верблюды почему они непрерывно чешут топили этим и освещали этим но освещать не очень потому что сырая нефть воняет крепко а вот когда это заливаешь в печь то там уже наплевать на запах там важен процесс и люди которые этим занимались ну так сказать протометаллурги и кузнецы они вот благодаря тому что они дрова и кизяки и всякое прочее что там уже находили сдабривали нефтью и впрыскивали нефть туда в эти печи вот благодаря этому там такая температура и достигалась и можно было плавить металлы сначала медь конечно с присадками получалась бронза а потом и железо и вот железо перевернуло человеческую жизнь хлеб и золотое все перевернули жизнь потому что научились плавить золото конечно золото требовалось больше чем железо тогда ибо золото были монеты и золото были статуи вода железо сначала обрабатывали метеоритное ну есть самородное железо да оно падает метеориты же падают на любую территорию достаточно много да достаточно много но и железо потому и было таким дорогим его собирали его как-то обрабатывали и использовали исключительно в ритуальных целях из метеоритного железа у всех народов интересным образом метеоритное железо называлось черный небесный камень с разными вариациями черный небесный камень и использовалось только для жертвоприношений или животных или человеческих например Кортес приплыл в Мексику и спросил у ацтеков откуда у вас железные ножи а они же пользовались обсиданом вулканической лавой да такой штуковиной как стеклом черным таким минералом очень острым но очень хрупким и вдруг он увидел железный нож и сильно испугался потому что на железе было основано испанское преимущество в оружии конечно железо перерывало этот обсидан откуда у вас железо они сказали сверху это прислали боги он разобрался и понял что бояться нечего там есть какие-то метеориты небольшие оттуда берут всегда небольшое количество железа как-то обрабатывают но используют только для жертвоприношения не как оружие а потом когда шумеры научились и потом научили всех остальных плавить железо что называется в индустриальных количествах железо стало использоваться конечно прежде всего для войны мечи наконечники копии стрел потом позже панцири и щиты и только потом наконечник плуга стал жить в россии где пахали на девках в конце 19 века по докладу Столыпину это кстати упоминается и в работе Ленина про империализм в россии в половине деревень пахали деревянной сахой представляете ну хрен ли там то иди на тот же как бы у нас же духовность мы задыхаемся от духовности в 19 как это так представляете в половине деревянной сахой то есть как тысячи лет назад даже плуг да лемех плуга хотя бы железный сделать не хватало сил и средств кошмар вот такая вот штуковина ну а железный меч был известен давно железный нож железное копье на это хватало железного это тоже очень важный момент в понимании того как идет человеческая жизнь теперь смотрите как рассуждали люди и как рождается эзотерическая концепция она рождается буквально как металл в печи как рассуждали люди руды ну скажем медная железная золотая это как растения или как животные они тоже растут только медленно растение растет с одним циклом а животное с другим а человек с третьим а они еще с более медленным но они тоже там растут это не так это не подтверждено фактами абсолютно но люди в это верили они полагали так что руды созревают в земле но очень медленно и если ты их исторгаешь оттуда то это ты как бы делаешь земле аборт получается выкидыш это недоношенная руда это как бы выкидыш матери земли это есть большое преступление его надо замаливать поэтому выплавка металла всегда великий грех а те кто этим занимается металлурги и кузнецы это с одной стороны великие маги и кудесники а с другой стороны великие грешники поэтому их очень уважали им хорошо платили но всегда сторонились и они были ритуально нечистыми они считались всегда у всех народов людьми максимально связанными с демонической силой гефест да бог кузнечного ремесла и бог кузницы хамой а у греков физическое уродство однозначно считалось знаком проклятия человек должен физически быть он был хромой прокопченный неудачный ему изменяла его жена афродита вот все у него было так а почему а потому что он занимался кузнечным ремеслом хотя он был очень искусным он выковал самому зевсу молнию с помощью которой он поразил там этого бога кстати кто-то же выковал и этому мордуку для борьбы с теомат молнию молнию считалось что выковывает она тоже железная самое эффективное оружие и однако эти люди нечисты и в чем-то даже их нужно опасаться и презирать сторониться во всяком случае кузнечные слободы очень-очень у многих народов на обочине деревни это именно из этого убеждения да то есть сакральный характер добычи руды а если оставить руду она будет дозревать дозревать и в один из моментов дозреет до металла странная мысль абсолютно не подтвержденная конечно факторами мы знаем что это не так как ты руду не оставляй она в металл не превратится но алхимики люди очень образованные и продвинутые в шестнадцатом ускоряем 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 еще сотни лет еще сотни лет в утробе матери земля он вытащил и знает как ускорить процесс превращения руды в железо точно так же он знает как и в утробе женской плод созрел бы быстрее не 9 месяцев а за неделю сколько у тебя детей будет поэтому от кузнечной кузнечихи держись подальше кузнечную девку не бери молот орудие кузнеца и металлурга предмет с помощью которого покоряется и пространство вспомните бога Тора скандинавского и время кузнец ускоряет время молот это и владычественным временем тоже так же как и серб благодаря молоту благодаря утробе плавильной печи гораздо быстрее идет тот процесс который в природе занимает ну скажем столетия а тут несколько часов обожествление металлургии кузнечного дела все из шумера а для нас это важно сейчас мы щелкнем вперед хоп видите я уже научился а вот они снопы ну стилизованное понятное дело я долго спрашивал у своих сельскохозяйственных друзей где тут какое растение они говорили такую хрень что мне стыдно я не знаю честно вам скажу а? ну а вот вы знаете где тут рожь где пшеница где ячминь вот эта пшеница скорее всего вот эта вот пусатенькая похожа на рожь потому что пшеница вот у нее горенькая а вот эта вот кучерявая что? кучерявая все гречиха кто-то не изобретает гречиха ну может нет вот кучерянка это я не знаю но не конопля важно чтобы не конопля конопля народ знает ну вот это состинто рожь рожь да? ну вот но поклонялись более всего как я вам сказал ячменному снопу которого по-видимому здесь не изображен но я отказываюсь видеть что самый крайний справа это ячминь ячминь песня есть украинская мужик каже ячминь жинка каже речка ячменный сноп назывался на вавилонском языке тамуз была легенда о существе по имени ду-му-зи который будучи богом решил спуститься со своей небесной супругой в ад так уже кое-кто поступал в других регионах да он спустился как тут все по-иному чем в греческом мифе там помните какой героизм морфей любит свой красавец идет за ним а тут не так ну вам судить что ближе к реализму ду-му-зи дошел до половины со своей женой и нано она же потом стала старта она пошла дальше как честная женщина это трусливая двуногая повернула назад и ушло значит бедная женщина дошла туда в ад где правила ее злобная сестрица сестрица посмотрела на нее взглядом смерти и та померла и на земле прекратилась всякая жизнь миф о Деметре которая осталась в аду и прекратилась на земле всякое размножение и животное и растительное и человеческое и что же боги ее вывели оттуда она с радостью бежит и думает супруг мой оплакивает меня этот ду-му-зи он сидит во уретище да вот уже по пояс в собственном дерьме с овшами ну в общем все приметы травы что же она видит эта гадилка сидит на троне в богатых одеждах вокруг него разные девки и он всячески радуется что он унаследовал трон своей супруги какой гад только в Вавилоне были эти мужики она естественно тоже захотела посмотреть на нее взглядом смерти которому она училась за столько времени в аду он это почувствовал пророкился в змея и уполз но она его нашла и там и дальше он вымолил прощение они еще соединились опять но она простила им его женское сердце нежнее мужского ножниками но да да но прощать но вот такая вот значит история абсолютно лишенная романтического флера истории про орфеи и евридику но спустились вот в ад вот это такой домузи а потом он стал любопытным он был покровителем стад он был пастухом и стал покровителем земледельцев и богом снопа переход от земледелья к от скотовольства к оседлой земледельческой культуры а в библии наоборот наоборот да каин принес от плодов земли а бог не принял а авель принес от скота был скотоводом его жертву бог принял библия все время подчеркивает как хорош пастушевский труд идеал библии пастух земледелец тоже ничего но гораздо хуже а пастух лучше всего а вот здесь очень интересный цивилизационный перескок бог становится из покровителей стад покровителем сноба и в этом качестве переживает столетия и тысячелетия ему поклоняются самые разные народы он доживает до библейских времен будучи вавилонским божеством тамуз пользуется популярностью у всех народов передней Азии у всего нынешнего ближнего востока пророки языки или иеремия пишут что проклятые бабы оплакивают бога тамуза даже наступлениях иерусалимского храма ему верили ему поклонялись греки и римляне свидетельство его культа есть в Риме в христианскую эпоху о боже мой наконец тамуз становится месяцем еврейского календаря традиционного потому что с ним боролись пророки а раз ты борешься то оно и победит what you resist will persist как это перевести на русский язык то есть с чем ты борешься обязательно победит да вот это именно так тамуз победил и наконец тамуз продолжая существовать как месяц еврейского календаря но кто об этом знает стал ядерным реактором с Адама Хусейна в Ираке и в этом качестве был разбомблен израильскими бомбардировщиками ну не охренеть а начиналось все с простого домузи да который вот это вот бросил свою жену и решил пожить хоть немножко на свободе такие дела а назвали так да он не стал реактором но назвали вы сегодня общались с клиентами у Гейна есть хорошая фраза он говорил друзья не удивляйтесь если я вам покажусь сегодня идиотом у меня был мой кузен в гостях и мы с ним обменялись мыслями не коль ну после напряженного дня я же не знаю с кем вам приходится сталкиваться поэтому надо блюсти гигиену смотрите да словом тамуз решил назвать Саддам Хусейн свой ядерный реактор вы знаете всю эту горе сную историю о какая история чменного снопа ну а Джон ячменное зерно которому мы поклонялись в Англии и в Шотландии и пивные праздники невозможные без ячменного снопа это то ну конечно его там не называли тамуз но это тот же самый персонаж это он так меняет обличья личины и везде он более-менее один и тот же это бог изобилия преуспевания бог земледельческой радости когда на столе хлеб и пиво а что еще нужно масло дурон там же эх ребята так все испортит нет кроме хлеба и пива нужна еще только песня а уже масло женщина она придет если она услышит шмяканье вставных челюстей да и звук наливания пива какая же женщина устоит а вот на масло женщины не идут нет это нет а на пиво да с удовольствием таким путем ну на хорошее конечно ячменный сноб вот что подарила месопотамия мировой культуре ну а золотое осел сноб какой стилизован я тоже не знаю это тоже видимо пшеница вы получаете у нас лучший агроном если вот эти вот гость изображает как пламя то это не пшеница это скорее это мощный значок на пионерский да на пионерский мы сами разбирали на тренинге да пшеница у него более огромная сагма какой тонкий вы не кончали агрономически продолговали ну вот вот это уже я понимаю да это иллюстрация к опулею к золотому ослу да но тут осел он еще такой как бы не золотой да он уже реальный был юноша превратился к ужасу этой красотке осла из-за того что он насмехался над каинствами но вот осел золотой в виде статуи это тоже некая этап в эволюции в эволюции религиозных представлений что есть золотой осел конечно первый напрашивающийся ответ это божество которому поклоняют но нет золотой осел не был таковым и изображали его в очень таком карикатурном виде осел же животное мирное да вот видите такой растерянный ослики а помните ну раз это хищник ну кого загрыз осел назовите жертвы людей мы их не знаем их загрызли за что это дело ограниченности допустим стал таким стал таким об ослике имеет смысл поговорить это любопытнейшее животное на самом деле если посмотреть на него поближе плотник из Назарета на каком животном собирался уезжать заметьте не на верблюде это тут гораздо больше тем более не на коне а вот именно на осле а почему не на козле как например Владимир Вольфович Жириновский держать за рога золотого козла как это было бы красиво козлы бы козлы козлы с дьяволом стал ассоциироваться козлы и козлы да съедают все на свете вот смотрите какую эволюцию претерпел осел осел животное мирное и главный друг земледельца мирная трудолюбивая неприходливая лошадь как объясняли мне большому аграрию люди которые занимались сельским хозяйством лошадь не будет пить не из того ведра если ей что-то не нравится она не будет есть сдохнет с головы но не будет есть ослух чего ты ему не дал он съесть ну животное исключительно в сельском хозяйстве в простом быту удобное а кроме того можно спаривать лошадей и ослов получаются мулы да такие выносливые мощные существа большая польза от осла но осел если ты его погоняешь он будет идти или даже бежать ровно до тех пор пока он считает нужным это делать а вот лошадь если лошадь погонять она будет бежать пока не сдохнет то есть она бежит до последнего и потом падает под всадником а осел остановится и хоть ты убей хоть ты ему паклю подожженную в самые разные места хоть ты ему читай мол осел вперед есть статья такая в интернете нет он не пойдет никуда никуда он не пойдет из-за этого люди его называют тупым и упрямым животным но я вас хочу спросить кто реально тупой лошадь которая умирает ради этих людей или осел который из инстинкта самосохранения говорит да провались ты пропадом я никуда не пойду тебе надо иди сам а кто умней на самом деле почему осел стал символом упрямства и тупости потому что он не слушает человеческих приказов но он отнюдь не тупит наоборот лошадь это символ верности вот да но она такая есть из-за тупости своей да потому что люди приспосабливают под свой интерес да например жаба символ уродства а скажем там орел символ совершенства и красоты между тем орел омерзительная тварь да которая ест все живое а жаба она загрызла еще меньше людей чем осел правда жаба она давит вы знаете она задавила многих она задавила душит страшное дело душит и да но вот а почему люди считают змею и жабу животным отвратительным а там какой-то орла и сокола с их уедими страшными клювами красивыми и элегантными это же чистая чистый субъективизм все ерунда каждый по самому по себе очень хорош вот так и в истории с ослом и с лошадью осел животное мирное правда у шумеров были боевые ослы то есть вот они наступали так неспешно вперед мол такая эстонская конница но они так тихенько но все таки это же быстрее чем пешком и главное меньше устаешь да были у них боевые ослы действительно но конечно конь в этом плане ну куда если армия становится хорошая воронка но но кстати вот шумер шумерцы и акации они не умели пророчать коня это уже сделали другие народы эти-то народы их и покорили потому что против конницы конечно пехота никуда сами понимаете скорость охват потом когда человек который рубит с коня да вдвое выше копье можно если еще не достанешь конного если не знать специальных навыков и конницы и колесницы полностью преобразили облик мира это сделали кочевые народы которые блачеварварами пришли ассимилировали вавилонскую культуру и дальше эта культура уже в виде колесничьих и всадников в виде ассирийцев двинулась дальше на восток и на запад тоже из вавилонии но приобретя изобретения которые не вавилонии родились конь животное воинское конечно на конях можно и пахать я вам скажу что на конях конечно никто не пахал до двадцатого века а потом стали на тракторах это очень очень дорого кто себе мог позволить пахать на конях пахали на быках на валах на коровах да ну на девках но конечно не на конях конь это животное транспортное специальные породы такие битюги и конь это конечно животное войны ибо конница и война связаны в мировом сознании не при не разрыв не разрыв и получилась интересная дихотомия интересное противопоставление осел вроде тупой мирный крестьянский глупый а лошадь гордая смелая воинственная верная городская по двум разным направлениям пошли представления животных вы понимаете реальные животные совершенно ничего не имеет общего это представление них это мифологический осел и мифологический конь есть крылатый конь пегас символ поэтического вдохновения крылатый конь воинов сколько о крылатых конях сложено песен смотрите крылатого осла вот так они разошлись но осло нашлось применение осел стал символом сопротивления сельской цивилизации наступлению цивилизации городской золотой осел символ сельской единой мы не хотим воевать ребята идите нафиг с вашей конницей которая вытаптывает поля убивает людей забирает девок которые разоряют крестьян оставьте нам ослов и мы будем тихо пахать землю это такой вопль многотысячного крестьянства называйте нас ослами но оставьте нас в покое что же прославляли они в осле кротость трудолюбие неприхотливость все сельские добродетели и осла золотого рисовали часто с гигантскими гипертрофированными гениталиями которых у реальных ослов никогда не было нет но ослов есть чем похвастаться но такого что там молевали и вояли конечно нет а смысл в том что мы благословляем плодородие плодородие нивы плодородие овечьего загона ослиного стада да овчарни и мы против войны лошади некогда плодиться она все время в походах и скачет а осел знает дело вот этот самый золотой осел это символ золотого века буколика буколическая идиллия буколика сочинения вергилия где он описывает такую сельскую идиллию сам слава богу никогда за плугом не ходил не знаю отличал ли он ячменят ржи лучше чем я но и как всякий городской житель он мечтал пожить в деревне и написал о том как это замечательно происходит так вот золотой осел символизирует мечту горожанина уже очень оторвавшегося от сельской жизни от такой вот тихой дины когда плодятся милы и стада золотой осел символ достатка когда трудолюбие неприхотливость покорность судьбе и прочие сельские добродетели вознаграждаются богатством вот что такое золотой осел вот это золотой осел а у опулея вы спросите у опулея другой у опулея золотой осел связан с метаморфозами но там тоже сильный вельминский элемент во всем этом рассказе да и там этого осла его превращают в разные там такие животные помните ли вы осла у гекаты блейка да там такое все об этом осле блейковском есть версия осла что он спутник гекаты он не простым ослом он носил на себе как мирное животное ведь осла никто не подозревал в злых намерениях встречаешь ночью всадника по неволе лучше спрятаться кто его знает кто это а если это разбойник или какой нибудь пьяный солдат лучше не связываться всадник ночью не сулит ничего хорошего а на осле и вот на осле расъезжала губительница людей такая ламия она же эмпуза да такое ужасное существо эмпирическое которое значит подстерегала ла она да зазевавшихся спутников мужчин привлекала она такая была змеиноподобная она умела принимать разный облик в том числе облик молодой красавицы привлекательной мужик естественно и значит она с ним совокуплялась и сразу же после этого или в самый этот момент цеплялась ему в шею и выпивала кровь такое вампирическое существо а да а осел что делал во-первых он сбивал с толку путников потому что когда едет женщина на осле ну кто же будет бояться ну только последний трус да это же не мужик на коне а баба на осле на какой подлый замысел а кроме того когда уже кровь была высосана да он спрашивал больше не будешь в этой импузе я говорю не не напилась и тогда он доедал плоть этого значит несчастного который польстился на красотку и тем самым дезориентировал тех кто потом расследовал находил что загрыз хищник но не осел а он мог и загрызть вот такая была подлая дворная только один такой осел демонический такой осел который был лами импуза в основном же осел существо исключительно безвредное добродушное дружелюбное и дружелюбное поэтому на осле въезжает Иисус ибо он сказал что он пришел всех помирить правда в другом месте он сказал что не мир я пришел принести на меч но мы же не спрашиваем от него последовательности в самом деле он же сын плотника человек который пришел с миром не должен лежать на коне на коне понятно кто уезжает а на верблюде а на верблюде торговец это тоже четкая ассоциация а на осле мирный земледелец мирный крестьянин поэтому он попросил привезти ему осла и с этого момента осел есть символ мессианского прихода и евреи и христиане которые ждут еврея первого и христиане второго пришествия мессии убеждены что мессия появится на осле и какого цвета будет означен и осел нет таксанинка ибо золотой белый конечно белый белый да белый как знак белых незапятнанных одежд шару а перебывают белые ослы да пребывают белые ослы конечно с красными глазами это осел после хорошего возмияния бывают белые ослы да белые животные сноп и золотой осел есть некие вехи в развитии религиозного мышления в развитии метафизического сознания это так сельская цивилизация заявила о своих правах так она сказала как она хороша ибо будущее уже с шумера стало принадлежать цивилизации городской на древнеперсинском языке деревня называется словом поган и этим словом поган поганый и так далее на всех языках стали обозначать крестьян и они же язычники сельская стала восприниматься как отсталое языческое демоническое а городское как продвинутое развитое близкое к Богу в городах стоит зекурат зелище Бога и вот защита такая своеобразная сельской цивилизации это сноб и золотой оси как так могло получиться все же понимали что надо что-то кушать и что-то выращивать ой выращивать находилось где глюща же есть они делают больше того они это делали с большим удовольствием ничего другого делать не умели вопрос ну вы же понимаете спор между цивилизациями не был спором горожанина и крестьянина потому что горожанин легко крестьянина бы в споре одолел горожанин образованный да а крестьянин ну сами знаете это был спор между двумя направлениями мышления одни считали что нужно назад деревню этот клич выражен например в библейском лозунге каждый под своим виноградником под своей у своего виноградника под своей смоковницей идеал сельской жизни натуральное хозяйство а города нам не нужны это библия кстати это та часть библии которую безусловно следует пересмотреть вот пророки они сами были городские вроде Вергилия но сильно любили сельскую жизнь находясь в городе вот они посылали городу всяческие проклятия вот так а была другая линия которая говорит нет прогресс прогресс ведь возможен только в городе ибо сельская жизнь она по принципу своему циклична это вечное повторение одного из того же из вечного цикла именно там у сельской цивилизации у цивилизации снопа и золотого осла могла явиться мысль о том что время идет по кругу а значит прогресса нет а городская цивилизация линейная время идет как стрела из одной начальной точки в некую конечную значит есть прогресс разные взгляды на мир ну и прогресс конечно возможен только в городе где деньги где знания сначала храмы потом библиотеки где учеба где досуг где есть люди которые не вынуждены заниматься каждый день каким-то трудом для того чтобы заработать на хлеб вот только такие люди могут что-то придумать если человек вынужден все время пахать при всем желании такие дела это разные взгляды на мир и городская цивилизация победила как мы видим сноп и золотой осел остались символами такого идиллического идиллической мечты о невоплощенном пастушесом идеале дожил дожил до восемнадцатого века когда Руссо не отличавший ржи отлич меня писал великолепные пасторальные иди пасторальные то есть пастушеские иди придумал какого-то благородного дикаря как бы увидел бы он хоть одного дикаря натурального воспевал радости сельской жизни и эта мода распространилась на всю Европу на боже ты мой лет на пятьдесят все эти пастушки пастушки пейзане и пейзанки все эти крестьянские дела это все смешно наивно и нелепо народническая идиллия русская конца девятнадцатого века нет с бородой в деревню брошу все отпущу себе бороду и пойду босиком по Руси и все это хреновина проклятая все это вот тоже вот туда же вот крестьянский быт но нет не идет так и город победил конечно то что сделал город с деревней это некоторый перегиб после того что город сделал с деревней он конечно обязан жениться но уже не на ком теперь уже все но есть все равно кому-то да смотрите сейчас не осталось почти сельских жителей однако голода никакого нет выращивают закупают то у кого значит кто-то выращивает не важно закупает как раз в тех странах где сельских жителей очень мало не более 20% например Голландия сельских жителей 15% производства молока масла сыра одно из гигантских так что тут нет прямой пропорции да такое это дело будущее за городом безусловно всегда найдется кому вырастить но сельская цивилизация как уклад уже все это правда это жалко это Атлантида которая ушла в мой русская деревня утонула позже остальных в первой половине 20 века уже к этому времени западной деревни европейской почти не было да совершенно верно но и это это было на наших глазах ну буквально да то есть наши с вами ну мои отцы ваши деды они это еще помнят еще мой отец помнит такой деревенский уклад я уже видел деревню ну как некоторых пережиток сейчас я думаю что и видеть ее не мне да особо даже на Украине откуда я родом там все-таки деревенский уклад гораздо сильнее украинцы по преимуществу крестьянский народ русский гораздо более городской на Украине до середины 20 века сельское население были поляки евреи немцы и греки и русские украинцы у него вот такие дела да в России не так но даже на Украине крестьянской стране едешь едешь и в общем на месте огромных деревень цветущих я еще помню сейчас маленькие маленькие такие села ну кое-где кое-кое-где фермерские хозяйства такие дела ну вот такая правда жизни хорошо ли это или нет но оно так пошло да и мы перекидываем мост от шумерской цивилизации на сапотамской в наше время начиналось все тоже конечно как цивилизация сельскохозяйственная но очень быстро встала на путь городской очень и города первые города государства возникли там Ур Урук сам Вавилон да они возникли там и понятие города как уклада жизни как цивилизационного устройства пошло оттуда и стало победоносным посмотрим еще несколько чем занимается эта красавица ну может быть она языка по-моему вполне однозначно неужели вы не понимаете кто нет продает ли она мороженые овощи не мороженые не овощи это храмовая проститутка которую видите служители сопровождают к некоторому месту это по-видимому изображение это изображение европейцами еще в 19 веке виденного имя обычая храмового служения этих проституток они назывались девадаси те кто дают богу да девадаси отсюда произошло слово баядера очень искаженное на португальском девадаси баядера это храмовая служитель вот она пляшет сидят музыканты там по-видимому видите апахала такое громадное там сидит то ли жрец то ли раджа и вот значит она там пляшет но хотя индийские танцы это уж это больно она по-арабски одета по-арабски по-персидски по-восточному храмовые проститутки винии не так одевались храм может быть это дворец может быть это дворец да и тоже он выглядит как-то так довольно удивительно во всяком случае и такая храмовая проституция тоже была и такая она была это рисунок современный но изображает он вот это как раз изображение вполне натуральное пристойное это бог выясним это волной только ревнителей нравственности а вот с точки зрения правдоподобия вот я думаю храмовые проститутки вавилонии их было очень много и оттуда они распространились по всему ближнему востоку я думаю они выглядели так я думаю во первых они не покрывали головой как отличали вообще в древности женщину порядочную от непорядочную порядочная была в девичестве с заплетенными волосами а замужняя голову непременно покрывала чем-нибудь обязательно а женщина с распущенными волосами это и есть распутница выражение распутница именно отсюда никаких аналогий современности конечно нет потому что все давно забыто волосы есть символ прельщения именно тряся волосами храмовые проститутки некоторым из которых было запрещено говорить с клиентами от тряся она давала понять что она согласна принять жертву за определенный естественный взнос одевались они я думаю в подобного рода такие легкие платья но браслеты были у них славились они так вот по описанию искусством танцевать так что браслеты на руках и на ногах звенели каждый в своем ритме в Александрии жила куртизанка которая так умела плясать что у нее на каждом пальчике кольцо звенело по-своему и все это не сливалось с звоном который производили браслеты на запястьях и браслеты на щиколотках вот вот это младенка вот такие они были искусницы это кстати одна из тех черт которые возмущали крестьян приходящих в город это вид храмовых проституток они естественно делали крестьянский вывод что в городе все такие но храмовая проституция была частью уклада а пошла она именно из Месопотамии при вавилонских храмах состояли жрицы иной раз с этими жрицами ритуальным браком или ритуальным совокуплением соединялся верховный жрец а иной раз любой желающий за определенную плату и это считалось жертвой богам чаще всего это были конечно богини плодородия ну в данном случае Астарта пишут древние авторы вещь очень вдохновляющую и внушающую энтузиазм но не знаю правдивую о том что существовало вавилония обычай при котором каждая женщина вышедшая замуж девицине но каждая вышедшая замуж обязана была неделю отработать в храме вот такой храмовой проституткой к великой для кайфу а для опыта я думаю приобрести новый опыт как советует нам гештальтерапия вот и никто не поспорит этот опыт действительно был для многих но никакой никакой могла и понести не знала от кого в чем это кайф тогда не было тогда не было сифилис привезли как вы знаете из Америки болезни венерические в нашем нынешнем понимании не имели того распространения они пришли видимо из пустыни в всяком случае в Библии то что мы знаем о болезнях венерических да они похожи по симптомам на гонорею и хламидиоз которые слава Богу успешно живут и до сих пор они по виду пошли от пустынных народов но они да они конечно представляли некоторую опасность но тогда это не имело такого эпидемического характера и вылечивалось настоящую опасность принес сифилис но это было аж в 16 веке вот тогда народ спохватился когда народ стал просто помирать от сифилиса целыми деревнями гребанскими из-за одной дяди это да тогда еще такого не было вот такие вот были обычаи это тоже обычай несопотамский покупающий храмовую проститутку мужчина давал ей монетку а она переплавляла монетку в кольцо и эти кольца одевала себе на пальцы и чем больше у нее на пальцах колец и чем эти кольца более дорогие не просто медные а серебряные золотые тем стало быть она популярней так они сразу показывали кто из них крут а кто так себе по-разному как я говорил есть жертва была однозначно было два давайте эту тему завершим потому что тема захватывающая это храмовая а это не храм не их различали например в библии есть две разновидности проституток есть к душа она же святая буквально перевод святая это храмовая проститутка а есть зона это шлюха которые всегда были которые сидят вдоль дорог и их очень различали были кстати и мужчины проституты храмовые служители правильно называть их с точки зрения истории храмовые проститутки вавилонского типа назывались иеродулы то есть это были женщины которые таким образом служат Богу иерей это же священнослужители да слово иерей вам знакомо иерарх иерей протеерей так вот они были иеродулы они вот так служили Богу и это было именно жертва то есть на них никто не смотрел как на шлюх как на блядей нет их никто не презирал их очень уважали их нельзя было тронуть просто так если кто-нибудь вздумал прибегнуть к насилию это однозначно смертный прививок его тут же убили они я думаю не жили долго я думаю что они долго не жили женщины вообще в древности не больно заживались на свете я думаю к сорока годам они уже были дряхлыми старухами кто успевал скопить покупал домик если много колец кто жил широко и себя не жалел то износ основных фондов был таков что же не приходилось такое как у всяких людей которые таким образом живут но к ним относились с почтением их общественный татус был высок шлюхи сидевшие вдоль дорог были как всякие шлюхи к ним соответственно относились всем платили но их можно было ударить никто бы их не искал если вывести в пустыню зарезать а эту попробуй тронь и совокупление с ней с такой храмовой и ерудулой это было всегда богослужение в некоторых случаях при стечении народа на верхней галереи храма помните да храм так чтобы все видели торжественно верховный жрец совокуплялся с такой жрец и это означало жертва умилостивления богини Астарта чтобы было плодородие тут все понятно понятно после жреца никто ее не трогал а низшие вот эти ерудулы да они сидели при храме танцевали кого-то из них выбирали пришедшие мужики я думаю что мужики шли и реально принести жертву и просто за кайфом как всякие мужики но сказать об этом было нельзя это не публичный дом то есть был взнос и очень немалый то есть заплатить в публичном доме было в несколько раз дешевле а здесь в храме это надо было заплатить по честному не медные гроши значит по-видимому или уже шли такие любители удовольствия или действительно их вела нужда они ведь верили в это ну например там не рожает любимая жена да или скажем там не плодится в стадо как следует или еще какая-то проблема да не обязательно связано с плодородием заболела жена да или не может выйти замуж дочка вот такие проблемы и вот значит тогда это умилостивительная жертва кстати а детей кто-то делает не думаешь их много рождалось при таком образе жизни нет нет при таком образе жизни как раз дети вероятность того что что-нибудь родиться она невелика невелика у них очень как объяснил мне специалист очень искажался женский цикл исчезали менструации например напрочь да они болели тяжко такая эксплуатация суровая да она не идет на пользу и поэтому не каждый из них и рожали рожали кстати говоря часто и уродов это считалось то что значит это сын божества да а потом я думаю ну как отдавали кому-нибудь там на воспитание во всяком случае эти дети не считались сыновьями никаких гемонов никаких там полубогов и так далее и неизвестно чтобы кто-то из них как-то особую жизнь прожил а может их втихая и дело такое никто же не интересовался их судьбой да через недельку там простудился да дело житейское думаю что так то есть храма была какая-то выгода не только они за эти колечки нет храма была прямая выгода чем больше ходили и чем больше там было девок значит это привлекательно то есть она потом это как бы такую функцию стали выполнять мощи святых ну только там конечно ритуал был уже совсем другой но суть такая приходите к нам и пошляйте нам а не жертву храму а это а это значит само собой вот такая вот штука так что вы понимали откуда у ассоциации у города непременно с развратом откуда блудница вавилонская как символ это оттого когда крестьяне видели вот подобные сцены они конечно глубоко потрясали глубинного смысла они не понимали и все это воспринимали как один сплошной разврат вот чтоб с нами детьми света не произошла бы подобная ошибка чтобы все что мы видим в эзотерике и в оккультизме мы не приняли бы за ерунду за пресловутый сатанизм о чем я вам говорю чтобы мы различали внешнее от внутреннего да в вавилонских храмах существовала храмовая проституция означает ли это что там царил страшный поголовный разврат конечно нет и нравы там были ничуть не хуже чем в любом другом древнем государстве это была просто часть служения нам сейчас это кажется странным да а как бы им показалось наше служение как выдавать но все относительно халгеи они же калдим они же кас дим это поначалу народные жрецы шумерские аккадские вавилонские а потом под этим именем они вошли в библию как маги и колдуны ну халдим и халдеи это же понятно одно и то же от чего их уничижительно стали называть колдунами от чего слово халдей стало уничижительным потому что о них плохо говорит библия а потом все о чем плохо говорит библия стало мазаться черной краской кем они реально были я думаю они были жрецами в основном людьми ритуальными но какими-то разумеется обладали знаниями помните мы говорили о знаниях жрецов египетских у вавилонских не было таких познаний как мне кажется не было системы инициации столь утонченной и разветвленной там было попроще все но во всяком случае они не были такими злобными магами и злобными служителями дьявольских сил но перечитаем библию это же у нас пророк даниил вы узнаете его ну как же нет а вот так о видите среди кого он сидит пока обычно как обычно это коньяк с лимоном среди кого это львы это Даниил во львином рву знаменитом череп чтобы у вас не было сомнений что львы тут не просто так и не в домино пришли играть да из книги пророка Даниила когда его испытывали его значит там отроков посадили в печь огненную они вышли невредимыми Даниила бросили во львиный ров а львы его не тронули ну и наконец Даниила попросили истолковать надпись которая рука видите рука высунулась из облака и вот она пишет написала уже слова на стене вот этот закрыл лицо это царь Навуха Геннадсар он же Навуха Доносар да Навуха Доносар такое хорошее КГБ-шное название Навуха Доносар с другой стороны не он ли просил называть себя просто нафиг так по-дружески да а вот эти вот с белыми бородами это и есть халдеи это жрецы мудрецы ведь они собрались но судя по их мордам ничего они не понимают что за кризис и когда он кончится а что написано просите мне читать надо вы понимаете отсюда да но тут единственная сложность со словом текел но вы разобрали букву куф и поняли да в русских переводах иной раз пишут мэна текел фарес фарес да это неверно неверная транслитерация а смысл какой Данил-то понял истолковал мэне исчислил лимнот есть такое главу лимнот счетчик в такси без разницы называется монэ лимнот исчислил Бог царствие твое мэне-мэне два раза исчислил то есть он тебя вздешивал два раза не понимаешь может быть таким легким как Навуходоносор владыка мировой державы и весит вот как перо как чикенши даже не как булши да ты взвешен на весах и найден очень легкий текел измерил он тебя да измерил он царствие твое и взвесил на весах текел и отдал царство твое парсин персам сам-то Навуходоносор был отнюдь не перс он был вавилоняне и персам для него был народ чужой варвары которые пришли с севера рука на стене но символ который вошел потом через Библию в мировое искусство да помните песню деспот пирует в роскошном дворце вы жертвуя пали в борьбе роковой вы не поете это тыс на раз нет ни по ночам перед работой нужно пить ее особенно банковским работникам как градский хорошо пил да вы жертвуя пали в борьбе роковой да в служении беззаветным народу за жизнь его честь и свободу да и он там потом поет а деспот пирует ну не буду говорить вы и так много вытерпели сегодня деспот пирует в роскошном дворце тревогу вином заливаю но черные буквы в роскошном дворце чертит уж рука роковая да вот это та самая рука означает что конец близок и пусть не расслабляются владыки вот сейчас рука напишет и труба отсюда же образ колосса на глиняных ногах из этой же книги из этой же книги мы как мы с вами почитаем Даниила во второй части нашего курса вот этого курса когда будем читать книжки о Данииле поговорим уже нам символика вошла просто в мировой фольклор кто не знает выражение колосс на глиняных ногах я не знаю зря зря вы живете в нем в колоссе в таком да и ловите неславый кайф от процесса таким-то путем на глиняных ногах халдеи как они изображены в Библии люди которые не понимают божественного глагола и божественных посланий ибо они заблудились в ложной мудрости то ли дело Божий пророк Даниил 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 суд Господень вот это он-то и рассудил он вещает всегда некие приговоры все уже решено а он как бы сообщает о своем решении халдеи реальные были не таковы какими описывает их Библия я думаю это были обычные же цели но обрисовано и крайне мрачно отсюда недоверие халдейской мудрости и в европейской литературе халдейская мудрость это заблуждение это ложные пути это суеверие ну а колдовство понятно колдовство стало ассоциироваться с паганизмом то есть сельским деревенским простонародным язычеством не так все было на самом деле колды жрецы противостояли народному язычеству они служили в городах великолепных храмах но мы их воспринимаем вот таком искаженном виде колдун по вашему существо деревенское или городское перечитайте объявление потомственный деревенский колдун я очень умилляю я очень люблю читать газету которая называется хрен в руки не немножко не так а из рук в руки но вот когда я беру в руки у меня ощущение что я именно вот это в руки и взял это кайф во-первых как народ пишет это изумительно вот когда мне становится тоскливо я беру газетку и читаю она последует да она прямо со мной вот непосредственно я обнимаю ее и вдыхаю ей аромат и там есть дивное там сильнейший приворот вот так вот да уничтожу все проблемы я думаю вместе со своей носительницей этих проблем и все потомственный деревенский колдун вот я хотел бы посмотреть на него просто но я позвонил одному он конечно не назвал меня адресом собака надо будет кому-нибудь из красавицу говорить женщине же он не откажет а мы вдвоем и придем мне интересно посмотреть на человека который называется потомственный деревенский колдун ну например просто такой антропологический интересно я думаю один и не самый хитрый самый хитрый написал бы по-другому да как-нибудь тантрическая йога что-нибудь такое а тут прямо деревенский колдун а еще встречал я объявление главный шаман чукотки ну и к нему записывались и к нему записывались то есть это не паханая целина друзья мои вот подумайте чем вы занимаетесь и сколько вы могли зарабатывать ой не тем да то есть вот как раз колдун для нас да существо конечно деревенское колдун живет в деревне на отшибе да нет деревни без колдуна колдуна как не стоит село без праведника да и колдун персонаж деревенского фольклора а вот удивительно а произошло это название от тех самых колдин которые были городские и по тем временам тысячи лет назад продвинутейшие жрецы носители городской цивилизации искоренявший тогдашнее сельское язычество вот как интересно ну вот так мои дорогие на колдунах то мы и закончим среди вас нет потомственных деревенцев а сильных ясновидящих приворот кто-нибудь нет отворот ну ладно ну тогда давайте тантрическую йогу вопросы у вас по тантрической йоге а также по деревенским колдунам нема для нас вавилонская башня вавилонской башне все через библию а библия яростно пыталась задавить вавилонскую цивилизацию она была ее противником для библии для библейского повествования вавилон стал безотносительно к его городу к его статусу городскому он стал символом и он стал противоположностью иерусалима иерусалим самый упомянутый город в библии вавилон на втором месте но всегда в отрицательном значении вот про египет сказано в библии очень много плохого но ни один город не упомянут а вот про вавилон а вот про вавилон полно и вавилон стал вот этим самым символом да 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 и вавилонская блудница и вавилонское пленение и горе тебе вавилон город крепкий да и все это да и даниилы вавилонские жрецы то есть все что связано с вавилоном связано с самыми ненавистными для библии вещами городом как средоточием множества людей средоточием ложного знания ибо для библии в городе не может быть знания истины храмы разных богов а для библии есть храм только одного бога да профессии которые в селе не нужны а значит это разврат например ремесленники изготовители музыкальных инструментов всякие там юристы нотариусы ну и конечно танцовщицы парикмахеры бродобреи проститутки все они валятся в одну кучу потому что это не нужно в деревенском быту это все разврат и как у нас скажут панские витребеньки вот все они треба а в городе это есть это может быть даже худший разврат чем собственно проститут то что служит вот этим городским потребностям изнеженности вот что такое для библии вавилон кто основал первый город по библии Каин самый проклятый убийца да а сын его Туваль Каин был отцом кузнецов вот вам проклятие да и музыкальных инструментов да и придумал всякие притирания женские все гадко еще есть да от лютни до макияжа придумал он что же вы хотите и вот это все значит в городе вавилоне и сосредотачиваться поэтому вавилон это символ символ самый ненавистный и пророки говорили город тебе вавилон город крепкий как дальше не помните продолжение как поступят с тобой народы возьмут ребенка твоего за ноги и разобьют ему голову вавилон он полон любви братской человеколюбия и всего такого прочего вот таким путем то есть он борьба не на жизнь а на смерть иерусалим ничего так не хотел иерусалим метафизически как стереть память о Вавилоне но не вышло Вавилон сохранился именно потому что он упомянут но его имя стало однозначно проклято и вавилонское столпотворение то есть сооружение башни да вавилонское столпотворение означало не множество народа как в метро в час пик а столпотворение это творение столпа да то есть это гнусное предприятие направленное против Бога само сравнение города с Вавилоном вот Толстой под конец жизни когда он уже крепко поехал он же слал городской цивилизации одно проклятие за другим и именно как раз цитировал Библию говорящую что Вавилон вот смотрите к чему мы пришли построили новые вавилоны какие-то дела вавилон 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 вавилон